Доброго времени суток, друзья! Сегодня я хочу поговорить о людях-великанах, и не просто людях-великанах, а о военных людях-великанах, которые были на службе у царя в XIX веке в России. Естественно, официальной наукой этот факт отрицается. Мне попалась интересная французская аксилография 1858 года из журнала «Универсальная газетная иллюстрация». Подписана она «Россия», «Санкт-Петербург», «Богоявление», «Иордан». Давайте внимательно рассмотрим эту аксилографию, и пусть каждый сам для себя сделает свои выводы. Я немного увеличу аксилографию. Надо понимать, что имеется в виду религиозный праздник Крещения Господня. Вот тут, видимо, организовали купальню. Но мое внимание привлекли военные люди вот таким своим необычным ростом. Давайте рассмотрим вот этого человека, стоящего возле лошади. Он у нас будет первый. Вот мы видим рост лошади и рост человека. Получается, лошадь ему по грудь. Несмотря что у человека плечи покаты, у него очень широкий туз. Можно сказать, в поллошади. Давайте посмотрим на этих двух военных, опершихся на речное заграждение. Какой рост у военного слева и какой рост у военного справа. Обратите внимание, какой у него широкий корпус. Так, следующий фрагмент. Здесь очень хорошо видно, что человек крупных размеров. Ширина его точно в поллошади. Да и низким я его совсем назвать не могу. Сравните, где голова его, а где голова лошади. Хорошо. Давайте сравним этого человека, относительно сидящего в садике. Если говорить словами официальной науки, вероятнее всего, это художественное воображение художника. А вот и еще одно воображение художника. Посмотрите, какой широкоплечий парень стоит возле лошади. И какие узкоплечие солдаты в строю, даже если смотреть от штыка до штыка. Этого парня тоже, господь, ростом не обидел. Посмотрите, ведь эти люди очень выделяются относительно солдат в строю. Вот и еще один великан с таким же мощным корпусом. Кто они? Откуда? Мы уже точно не узнаем. До нас дошли только вот такие свидетельства. Хотя и за это надо говорить спасибо. Спасибо. Вот компания из трех человек. Согласитесь, рост их впечатляет. Конь возле этой компании смотрится как пони. Хотя возле коня тоже стоит не совсем маленький человек. На входе в купальню мы тоже видим подозрительно высоких людей. Конечно, очень интересная аксилография, которая дошла до наших дней. Я немножко удивлен. Дорогие друзья, жду от вас комментариев и дополнений. Может быть я что-то пропустил. Буду благодарен, если вы поделитесь своими наблюдениями со мной и со зрителями канала. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok